К номер три. Бог любит троицу. С третьего раза. Интересно, мы зайдем в онлайн или нет. Ох, остается надеяться и верить. Гадать и ждать. Ищите и вы обрящите. Смелым покоряются моря. Ну-ка. Так. Так. Всем привет. Дубль третий. Третий дубль. Боже мой. Сражение за контент. Сражение за онлайн. Боже мой. Общение еще никогда не было таким потрясающе тяжелым. Так. Ура, ура, ура. Все присоединяются. Значит, сейчас появится и Ваня. Я надеюсь. Потому что у них тоже какие-то там проблемы. Ура! Ух! Все! Ура, ура, ура! Все, мы поехали, ребята. Мы поехали. Это замечательно. Все. Повторюсь, кружка чая в руках. Расслабон есть. Настроение есть. Мы так не сражались ни за один еще онлайн. Поэтому сегодня вас ждет что-то невероятное и грандиозное. Так. Быстро подключаем Ваню. Рассказываем. И ложимся спать все. Сегодня по укороченной и ускоренной схеме, видимо, пойдем. Да. Такого еще не было. Ну, бог любит троицу. Видите как. Здравствуйте. Приветствую. Привет, братцы. Ваня, нам все-таки удалось подключиться. Это первая победа сегодняшнего вечера. Ух! Три раза, представляешь? Три раза подключаться и даже не быть уверенным, что что-то сейчас получится и сработает. Но все-таки мы здесь. Ура! Как дела? Ну, могло быть и хуже. Все хорошо. А как у тебя? Ну, у меня тоже хорошо. У меня, я бы сказала, такой, знаешь, интенсив. Вот. Я держу себя в тонусе, стараюсь не сливаться с диваном и с обоими. Вот. Это моя такая программа минимум. Ну, а программа маркетинг. Поэтому ты пишешь на окне маркером неприличные слова. Ну, очень неприличные. Ну, эр-арт – это достаточно неприличное слово, да. Это концертная площадка в Питере. Ну, все, что в Питере неприлично, да. Арт-маркетинг. Проблема 18-30. Ну, имеется в виду музыканты. Как бы это не кризис просто возраста. Я надеюсь, я не это и в виду. Но сейчас, ты знаешь, вот это вот окно приобрело новый смысл. Я открываю глаза, и уже какой-то план выстраивается. Уже я понимаю, что проснулась не зря. Столько всего еще не решено в этой жизни. И несмотря на то, что наша жизнь свернулась в онлайн, есть ради чего жить и выживать. Вот такой вот у меня тезис сегодня позитивный на этот вечерок. Что скажешь? Поддерживаю на все 100%. Ваня, ну, ты знаешь, вот я сразу, наверное, раскрою эту интригу и скажу, что тебе невероятно повезло. Ведь самоизоляция, как бы, она бывает двух типов. Она бывает самоизоляция, а бывает, ну, не совсем, да. То есть, когда есть приятная компания, да. Когда можно в этой компании общаться, творить, самосовершенствоваться во всех, так сказать, смыслах этого слова. Ну, вот я, наверное, открою аудиторию тайну, что у тебя вот именно такая ситуация. Расскажи, как вообще, как вы проводите время? Чем ты занимаешься? И как течет это место? Значит, ты знаешь, мне вообще несказанно повезло, потому что свою самоизоляцию я провожу с двумя прекрасными девушками. Это Дина Иванова и Майя Велончель. Да, вот, смотрите, просят по-английски уже. Ну, я боюсь, что это будет сложно, да, нам на английском все сделать. Или? Мы попросим, потом после этого онлайна сразу попросим перевести службу поддержки Инстаграма, или хотя бы подстрочник пускать, так сказать, на English, то, что мы говорим. Я думаю, так. Ну, ты можешь отвечать на вопросы и дублировать сразу, отвечать мне по-английски, а я буду там где-то смогу. Ну, я не везде, просто, понимаешь, очевидно смогу. Или по-немецки можешь развлечься. Морец, думаешь, афрусишь, да, ферстейн, weil du bist besser через der Welt, думаешь, афрусишь, ферстейн, ohne Probleme. Так, все, возвращаемся на русский, давай. Нихт, это то, что я могу сказать. Нихт, ферстейн, aus Deutsch. Сейчас был межгалактический позор, ладно, не буду позориться. Ваня, вот вчера ты смотрел онлайн, я так краем глаза это поняла, и мы затрагивали такие вот темы, которые связаны с нашей жизнью, с нашим заточением здесь и сейчас. Вот как музыкант, как я ланчили, скажи, вот что тебе было близко из того, что ты вчера услышал, каким образом ты сам прибегаешь? Я сейчас чувствую себя немножко как на зачете после лекции, а на лекции я ничего не слушал, поэтому я ничего не слушал. Но если касаемо самоизоляции, мне кажется, что, ты знаешь, честно говоря, поначалу мне было очень непросто. То есть, когда началась самоизоляция, я был в полной... Вот тоже объявили, что все, садимся там в таком духе. Я подумал, что ну, наконец-то, сейчас я доучу весь вилончельный репертуар, который я не играл, и там всякие там концерты, концерт Шнитке, там концерт Дюти Йо и так далее. Вот все вот это... Там, не знаю, все сонаты Бетховена. Но где-то на третий день я понял, что как-то это все в никуда. Как бы градус занятий был настолько низок. И, в общем, занятия были практически бессмысленными, мне показалось. Меня спасло. Я должен сказать две вещи. Вот то, что, конечно, я потом приехал, и вот мы сейчас каждый день практически играем с Диной, какие-то сонатки. Вот. Иногда я даже, знаешь, я вот сажусь в фортепиано, и она меня учит играть, потому что, ну, я должен сдать общую фортепиано в какой-то момент еще в консерватории. Ну, ты знаешь, у вас у тебя какая-то система зачетов. То есть ты смотришь мой онлайн, ничего не запоминаешь, потом выхожу я с тобой и спрашиваю, тебя какие-то дурацкие вопросы задают, да? Ты на них не знаешь ответа. Потом у тебя общая фортепиано. Ну, практически консовская жизнь, да? Вот в полной ее мере. Да, во всяком случае, количество посещений в консерватории у меня сейчас даже, ну, как бы, примерно такое же, как в учебном году. Значит, вот. И вторая вещь, которая меня очень спасла и очень мне помогла, это мой профессор Вольганг Шмидт, потому что все-таки вот он как-то нас не бросил в свой класс, и мы занимаемся по скайпу, или мы занимаемся, мы отсылаем ему какие-то видео с записью произведений, и он нам отвечает. И, в общем, эти уроки, они как-то очень сильно поддерживают и вдохновляют, и как-то есть какая-то цель, да? Потому что когда... Вот мне лично я не знаю, как я думаю, что многим музыкантам очень сложно, мне кажется, заниматься что-ли впустую, понимаешь? То есть, когда ты занимаешься, ну, просто так вот у тебя там никакого концерта нет, и ты просто абстрактно учишь какое-то произведение. А если у тебя есть некий дедлайн, это, конечно, стимулирует. И когда есть дедлайн хотя бы в виде уроков специальности, то мне кажется, что это просто супер. Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Конечно, нужно знать, к чему ты готовишься. И мы привыкли, в принципе, жить в таком вот, ну, как бы бешеном ритме, в хорошем смысле слова, потому что одно сменяется событием другим. Это такая вот динамика, это прогресс. Ну, говорят, что, да, дедлайн двигатель прогресса. Это на самом деле так. Поэтому здесь я очень такой созвучна. Но ты знаешь, я вот его затронул тему того, что профессор, да, из Веймара, он проводит с тобой эти занятия. Ну, ты же как представитель, как бы сразу двух, так сказать, заведений, да, как представитель Московской консерватории, да, студент и, собственно, студент там, в высшей школе музыки, да, в Веймаре. Вот скажи, вот это вот отношение к онлайн-обучению сейчас, вот как это для тебя реализуется вот в Московской консерватории? Ну, как с профессором, я уже поняла, Веймаре, вы занимаетесь по скайпу. А что здесь, вот, по московски? Значит, на самом деле, честно говоря, вот семестр, который в Германии сейчас идет, он перенесен. То есть сейчас официально каникулы. И официально пока, пока что это до 4 мая, но я думаю, что это будет на весь семестр на самом деле. То есть официально там нет никаких занятий пока что, именно у нас в Веймаре. Но я знаю, что, то есть только профессор наш занимается, ну, потому что у него такое отношение. Я знаю, что некоторые профессора не занимаются своими студентами, потому что им этот либо формат не подходит, либо они просто, как бы, ну вот. А в Московской консерватории все-таки нет каникулы, и этот процесс там достаточно активно идет. То, что я гуглила, читала там на Фейсбуке, постили уже преподаватели молодые в основном, ну, кто в теме, да, они писали о том, что подключили якобы софт, который называется Microsoft Team, да, который там работает как-то тоже, я так поняла, что это какой-то видеоконференция, что-то такое, и там лекции читаются. Ты еще не испытывал это на себе чувство? Уже, конечно, конечно же, испытал. Это было мое первое посещение пар за долгое время. Как бы теперь оправдание того, что ты не приходишь, уже нету, потому что раньше это было оправдание, что я просто не в Москве, а сейчас... Но многие мои однокурсники, насколько я знаю, они все равно находят оправдание в виде того, что их интернета хватает только на сообщения в WhatsApp, и вообще телефоны, не только кнопочные Nokia, вот в таком духе. Ну, студенты в своем репертуаре могли бы уже сознаться, что просто в это время они все еще продолжают спать, да, как бы сливаться с диваном, ну, что-то можно было поприличнее. Но, честно говоря, я очень переживаю за профессуру, которая, ну, при всем уважении определенного возраста, и когда, знаешь, Вань, в чем юмор, я прочитала инструкцию, которая была помещена как бы как объяснение, ну, преподаватель, как следует преподавать и пользоваться этим софтом, но сказать, что это анекдот, я просто рекомендую всем прочесть, эта информация, вот, допустим, доступна на фейсбуковской странице Тамары Куделич, вот, Тамары Епикян, нынче. Это удовольствие. То есть на самом-то деле, вот в двух словах, там, дорогой преподаватель, если вы видите, значит, аватарку, значит, камера выключена, и вас курс не видит. Если вы видите себя в зеркальном отображении, да, это может быть странно в скобках, вас видит курс. У вас высвечивается всего четыре окна студентов, но их может быть намного больше. Высвечиваются на эти четыре окна только те, кто ведут себя громче всего, в скобках, шумят. И показывают потом студентов, как они сидят, там кто-то в пижаме, кто-то, короче, с чипсами, которые где-то там забиты под кровать. Ну, вообще, кадры просто бесподобны. В общем, получишь удовольствие, если захочешь вот именно посмеяться, ну, как-то смех продлевает жизнь, поэтому юмор в данной ситуации, ну, куда же без него. Вот то, что я знаю, слышала о Московской инсерватории и вот этих вот онлайнах. Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что эти онлайны, это на самом деле, ну, все вот так говорят, что типа, что за бред вообще, зачем это нужно, да, в таком духе. Но мне кажется, что, может быть, для многих и, может быть, даже для преподавателей, для педагогов, это очень важная вещь, потому что все-таки нужна какая-то, да, поддержка всем и какой-то род деятельности, да, вот когда ты сидишь и ничего не делаешь. И мне кажется, что, да. Просто, знаешь, вот мое ощущение, не знаю, то ли это я так на это остро реагирую, но вот тоже такая наболевшая тема, тема, в общем, которая так или иначе поднимается время от времени, что в консерватории, ну, вот нет такого, в общем, предмета. Ну, то есть есть менеджмент для определенного круга лиц, да, но я сейчас даже не о менеджменте, а его, вот это, знаете, что было бы неплохо людям, ну, хотя бы так, на базовом уровне преподавать, ну, какие-то программные обеспечения, какие-то софты, да, существующие для разных целей. Причем, очевидно, нужно это считать студентом, возможно, даже там ученикам специализированных школ начинать, то есть на звонок-то пораньше, но и как бы преподавать или подключать, потому что, как правило, люди другой генерации, они просто, ну, по определению, да, они не могут этому научиться, они не могут этого знать, им тяжелее. Сейчас как бы, ну, эта ситуация просто произошла, и уже всех ставят перед фактом, хотя на самом деле нужно всех просто спокойно взять и обучить, потому что, благо, это вещи, ну, как бы, понятны. Вот, и вот мой вопрос, знаешь, какой еще, вот мне было любопытно, есть ли вообще, вот в Германии, допустим, какой-то такой предмет, мне интересуют три опции. Ну, все знают, что в Европе очень хорошая камерная музыка, да, как к этому относятся, как это преподается, что на другом уровне, нежели в России, да, мы как бы это не будем лишний раз обсуждать, это все знают. Есть ли там какое-то подобие предмета, вот, около камерной музыки, то есть, поясню, ну, что-то типа истории камерной музыки, да, вот, конкретно вот это, это первое. А второй вопрос – это, есть ли вообще вот арт-менеджмент в том понимании, хотя бы базовом, да, в котором он необходим артисту, ну, чтобы взаимодействовать, да, с агентствами, там, с продюсерами. Возможно, тоже есть какой-то курс, который подразумевает преподавание этих самых софтов, о которых я говорила, то есть понятие о том, что есть какие-то определенные видеохостинги, есть там программы, ну, элементарно, да, видеоредакторы, как нарезать свою запись, если ты ее отсылаешь на конкурс, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как с этим обстоит дело? Да, значит, я начну издалека, да, вообще в целом про систему в Германии, она немножко, мягко говоря, отличается, да. Значит, что касаемо главного отличия, консерватории, ну, и вообще в целом в любом ВУЗе, насколько я знаю, в России, ну, практически в любом есть так называемое расписание, когда первый курс в понедельник делает это, во вторник кто, в среду, и так далее. И ты, учась, там, если ты являешься студентом такого-то курса, ты знаешь, что тебе делать. В Германии такого нет. В Германии есть, ты поступаешь, тебе дают листочек, или он есть там, не знаю, на сайте, или он где-то спрятан, висит на каком-то стенде в твоем ВУЗе, на котором написано, что вот, там, допустим, для того, чтобы получить диплом бакалавра, ты должен набрать определенные баллы и сдать определенные предметы в зависимости от того, какая у тебя специальность. То есть, если у тебя там специальность педагогика и сальфеджио, тебе не... Но при этом, там можно так, что ты велончелист, но ты хочешь преподавать сальфеджио, да, там, ты можешь так углубиться, но для этого тебе не нужно играть, там, концерт дворжика на выпускном экзамене, условно говоря, для этого тебе нужно хорошо знать сальфеджио. И наоборот, да, если ты хочешь там быть солистом и играть там всякие... Ну, в общем, быть исполнителем, то тебе не нужно углубленно сильно изучать там теоретические предметы какие-то, но основы нужны. Значит, насчет... Да, и ты сам выбираешь, то есть ты можешь, допустим, на свой какой-то один семестр нагрузить только теории, на другой там загрузить камерной музыки, потом еще один семестр полностью освободить. Это очень гибкая система, но в то же время она очень неудобная, потому что очень многие прокалываются с этим, очень многие не находят, что нужно делать, и не только иностранцы, а русские. А когда это еще и на немецком языке, ты приезжаешь, и вот это понимаешь, как просто... Что касается камерной музыки в целом. Дело в том, что в Ваймаре я... Там есть возможность... Вот в Московской консерватории, это мое мнение, не хочу никого задеть, не хочу никого обидеть, существует какая-то, знаешь, как вот мафия, которая враждует между собой. Пожалуйста, да, это мое любимое. Пожалуйста, пожалуйста. Класс Бондурянского, да, там, условно говоря, класс Алиханова, и в таком духе... Да, ну я там не уже... Я не знаю, кто там еще есть, не знаю, может, какие-то еще есть, педагоги. Ну вот. И, в общем, мне кажется, что если ты поступил в класс к Бондурянскому, то ты вот там будешь... Ну вот как бы ты как в Барселоне, и ты в Реал Мадрид уже не перейдешь никогда. Вот, поэтому если ты поступил в класс к Бондурянскому, то ты не можешь играть с пиранистом из класса Алиханова, потому что, ну как же так, он же из класса, он же из другого, ну это же вообще так нельзя, какой кошак. Вот, и все. И ты все пять лет там учишься, а если ты уходишь из какого-то класса, то это огромный скандал. Что в Германии на эту тему, на самом случае у нас так, в Хохшуле, что ты каждый семестр, ты каждый семестр заполняешь заявку. Семестр — это полгода. Что в этом семестре я играю с тем-то и тем-то, это может быть любой вариант ансамбля, то есть это может быть дуэт, но они, конечно, за то, чтобы играть большие ансамбли, потому что сонаты, по сути, мы по специальности очень много играемы. И у меня, кстати, с этим была проблема, потому что я один раз решил сыграть за один семестр больше всех камерных ансамблей в истории Хохшуле. И я сыграл, что-то там пять сонат, трио и квартет, и велончельный дуэт, что-то такое. И в общем, я такой думаю, ну все, я уже наигрался в камеру, мне больше ничего не надо. А потом мне сказали, что да, ну типа можно вообще за все обучение только две сонаты было сыграть. Так что все остальные... Ну вот, и ты можешь каждые полгода, заполняя эту заявку на ансамбль, писать любого педагога, причем не только педагога. Там есть официально заявленные педагоги по камерному, но ты не обязательно должен писать их. Ты можешь написать свою педагогу по специальности, можешь написать какого-то педагога-пианисту. Ну в общем, практически угодно. Но эта свобода, она хороша, потому что все-таки камерная музыка. То есть я понимаю тех людей, которые хотят заниматься специальностью с одним и тем же профессором, хотя это тоже в моем понимании идеальный вариант. А камерная музыка, это мне кажется то, где реально необходимо много-много разных мнений. А насчет предметов, которые с камерной музыкой как-то связаны, ну там в целом есть очень много дополнительных лекций. То есть там помимо теории музыки или там, это называется, история музыки, помимо такого предмета там есть, конечно же, много дополнительных лекций на выбор, которые не обязательны, но какие-то из них лучше сделать, посетить и издать. И там совершенно разные бывают. Там, допустим, бывает лекция интерпретации музыки Брамса, интерпретации симфонической музыки Брамса или наоборот камерной музыки Брамса. А вот скажи, вот под тем, как раз вопрос, извини, вот такая небольшая ремарочка, уточнение. Они, возможно, приглашают каких-то вот именно экспертов, то есть из других вузов Германии, то есть кто-то приезжает целенаправленно, или просто это как бы они заявляют тему, а читают местную все равно? По-разному бывает. Бывает, что и кого-то, кто-то приглашенный, но бывает, что и ваймарские музыковеды, это на самом деле тоже очень хорошее. Там везде работают, я думаю, что очень хорошие специалисты с очень хорошим образованием. И я знаю, что точно они, если приглашают кого-то, то это уже, знаешь, как какое-то такое прям, ну, событие большое, потому что есть лекции, которые вписаны в учебный план, и это одно дело, а есть, когда там действительно там прям висит какая-то афиша, что приезжает некий такой-то и такой-то, он будет вам рассказывать про композитора, какого-то такого-то. Ну, то есть, видимо, это как и в Московской консерватории, но есть такой характер, ну, конференция, да, каких-то сборищ поселян, да, назовем это так. Что-то такое special. Можно и так сказать, да, можно и так сказать. А что касается вот арт-менеджмента и вот этих вот программных обеспечений, есть ли что-то такое? Да, ты знаешь, на самом деле там, в чем еще преимущество, я думаю, что практически любой, любой фухшуля в Германии, ну, в всяком случае, в нашей это точно есть, там, во-первых, конечно, есть такой предмет, называется self-management, ну, то есть, это self-management по-английски, да, когда там объясняют основы того, что, типа, если ты хочешь как-то быть солистом, то надо себя как-то продвигать, но как это делать, тоже объясняют, что, типа, не надо рассылать в каждую филармонию письмо о том, что здравствуйте, я так, давайте играть там в концерт гайд на сейчас срочно, вот, что как это делать, как правильно писать биографию, да, потому что тоже очень важно, потому что во многих местах смотрится исключительно на это. вот, там есть такой предмет, что еще там есть, там есть, что для меня самое главное было, самое вообще открытие, там есть звукозаписывающая студия, где ты можешь положить, ты пишешь заявочку туда, что мне нужен такой-то конкурс, там нужна такая-то запись, и они сами тебе все делают, ты просто приходишь, играешь, и получаешь на выходе прекрасную запись абсолютно бесплатно за счет фокусирования, и ты можешь, насколько я знаю, практически неограниченное количество в зависимости от наличия, естественно, места у них в студии и времени, ты можешь это сделать, и вот для меня, и причем ты можешь не только, если ты готовишься к конкурсу, а если ты там, я знаю, что многие, некоторые ребята пользовались этим также для того, чтобы просто как-то для себя записать, то есть там можно выбрать опцию, я готовлюсь к конкурсу, или мне нужно для себя, или мне нужно, и профессиональная запись тоже, вот, вот Дина пишет, ты получаешь прекрасно соответственно на ненастроенном рояле, с этой проблемой я не сталкивался, я как-то играл на веланчей в основном. Дим, а откровенно, что суфлер, который тебе там активно подсказывает в комментариях, Дина, собственно говоря, ну, Дина имеет возможность приезжать в Москву и записывать там, более или менее хорошие записи, да, мы не будем называть это шикарное место, ну, я права, наверняка я права, потому что там-то рояль точно настраивает, да, да, я просто, хочу, конечно, заметить, что это немножко, вот именно у нас в Хоукшуле главная проблема, вот Дина говорит, про другой вармар рассказываешь, потому что у них, пианистов, у них все плохо, потому что все, значит, в Хоукшуле стоят, стояли, туда закупили новые рояли, хорошие, вроде как Стэнвэй, и, да, в основном Стэнвэй там стоят везде, и там же проводится конкурс Листа известный, и в том числе и детский конкурс Листа, и насколько я слышал, они перед детским конкурсом Листа почему-то почти на всех роялях в Хоукшуле они облегчили механику, и все эти рояли сейчас в разбитом состоянии, и пианистам невозможно заниматься, потому что все рояли легкие, то есть пальцы абсолютно не работают, и единственный хороший рояль стоит в виолончельном классе, закрытый на ключ, и этот рояль и класс, ну, то есть классы могу брать я, да, там значит еще так, что пианисты могут брать классы для пианистов, а виолончелисты там классы для виолончелистов, условно говоря, да, и поэтому вот тот рояль, который стоит в виолончельном классе, вот Дзина, допустим, меня просто постоянно на эту тему просят, возьми, пожалуйста, сначала просто пожалуйста, а потом уже это до агрессии доходит, что типа нужно меня брать срочно ключик, а сейчас они уже взаимовыручка, то есть как бы выгодный тандем с любой стороны, как я посмотрю, то есть веймаре просто на выживание, ну, то есть он выгодный тандем в том случае, если Дина мне дает взамен какой-то класс, тогда он очень выгодный, а бывает, что пьет, вот, но сейчас стал жестче, потому что сейчас вот этот заветный ключ, там рояль закрывается не на ключ, там специально такая скобка стоит, чтобы его нельзя было открыть, и вот ключ от этой скобки сейчас они просекли, они дают только профессорам, поэтому когда я, когда приезжает мой профессор, я ему, пожалуйста, не закрывайте рояльчик, слушайте, ну у вас такие интересные лайфхаки, такие интересные приключения, на самом деле, когда, ребят, вы находитесь там, очень позитивный контент, вот я хочу отметить, насколько ваш камерный состав, вот он настолько позитивен, вы выкладываете очень классные видюшки в стиле, там просто переплюнил Лолу и Степу, да, как говорится, там эти хэштеги, по-моему, это великолепно, вот не все музыканты, ну, как сказать, настолько вот легкие на подъем, хорошие слова, я просто это очень приветствую, мне кажется, что в известной степени юмор, да, в нашей профессии, он не менее важен, чем профессионализм, вот что ты скажешь на эту тему, как ты к этому относишься? да, ну, во-первых, спасибо за комплименты, мы очень стараемся, но ты знаешь, на самом деле, вот именно наши видео, которые там есть, они возникают все очень спонтанно, то есть, вот все видео, которые, это просто, понимаешь, это вот возникла какая-то идея, а давай запишем, там, не знаю, мы просто, знаешь, сидели, там, я не знаю, в классе, и мне нужно было вот сдавать сейчас выпускной экзамен бакалавра и в Германии, и я должен был там, как обязательное присуществление, играть серо-мажорный концерт Гайдна, вот, и мы что-то сидели, сидели, а я там фальшиво сыграл, такое, ну, как-то не туда, что-то, вот, и я так, слушай, Дина сказал, Дина, а я что-то еще грустный был, она говорит, ну, все, теперь Гайдна надо играть в миноре, и начала играть, и мы попробовали, я говорю, слушай, прикольно, уже глинка получается, а не Гайден, вот, потом, значит, там, я не знаю, там, с маленьким смычочком, это тоже, Дина привезла мне какой-то такой сувенирный глачель, я взял смычок, по приколу начал им играть, а он еще и звучит, как-то, так, все, пишем, ну, и в таком духе, все эти видео, конечно, очень спонтанно, вот, понимает настроение, и мне кажется, ну, как бы, в хорошем месте слова, меняет отношение аудитории, которые, знаешь, не только наши профессионалы, но мы как бы рады там посмеяться, мы рады таким вот, ну, прикольным видео, но люди, которые, вот, как-то скептически относятся, да, к музыке академической, считаю, что там все, как я люблю говорить, да, нафталиновое, это на все пуговицы, и вот мне кажется, что такой контент, наряду, конечно, с записями, которые вы выкладываете, да, там, сомнические, которые совершенно в другом ключе, это так здорово, это такая вот какая-то находка, и даже можно, наверное, сказать, что в чем-то это ваша фишка, потому что, ну, все знают, что вы, как бы, как люди тоже, у вас с чувствами выбора все в порядке, ну, это мягко говоря, поэтому я, я вот хочу отдельно отметить, сказать, что это так здорово, и мне вот так нравится, и просто сейчас, мне кажется, такое тоже хлебное время, когда можно, мы же заперты все равно, да, но вы, собственно, и выкладываете такой контент, как кто-то кого-то учит, я обожаю вот эти вот видео, когда Дина Ститри играет на велончели, под чутким руководством, ты играешь на рояле, но тебе чуть попросят, Ваня Ститута очень всегда играл на рояле. Ну, насчет того, что мне попросят на рояле, ты знаешь, это на самом деле спорно, да нет, на самом деле просто, как у меня был период, когда я действительно много занимался на рояле, я тогда играл относительно, так сказать, не так паршиво, как сейчас, вот, а Дила, она, между прочим, делает успехи, она очень любит играть, она, значит, первое, когда мы только начали играть, она мне сказала, что ты знаешь, а я умею играть лисичку на велончели, а я даже не знал, что такое лисичка на велончели, и, да, действительно, как-то, села за велончели, что-то пицца-ката там сыграла, вот, и с тех пор она развивается, вот сегодня она уже играла сонату Кодой, для велончели, соло, ну, то есть она сыграла первую ноту только, но тем не менее. Вань, мне даже кажется, что вот в этой вот истории, когда она играет сонату Кодой, мне показалось, что я узнала даже начало, я реально вот как будто бы узнала, то есть это было узнаваемо. Ну, вообще, ты знаешь, сейчас такое, конечно, время домашних каких-то экспериментов, и это наталкивает меня тоже на какие-то сумасшедшие здесь вот перформансы, ну, мало чего можно придумать, человек, который как бы просто, не знаю, хочет сидеть и нудиться, да, но человек, который как бы решил, что я выживу, я выйду с нормальной психикой, конечно, есть чем заняться. И вот, знаешь, такая вот фантазия на тему, вот, если закрыто дома, если заниматься не получается, как бы, ну, в том объеме, в котором, как бы, может быть, там, планировалось изначально, как ты относишься, например, к развитию профессиональности своих, там, ютюбов, вот, то есть у тебя вообще есть свой ютюб? Ну, сейчас такая волна, как бы, подписонов вот этих вот взаимных на фейсбуке, ты, наверное, видишь, там уже и скандалы, ну, как у нас принято в музыкальном мире, кто за, кто против, два лагеря, вот туда самая мафия включается, что ты думаешь, как это будет? Скандал, интриги, расследование в мире классических музыкантов, это всегда отдельная тема, но я тебе так скажу, что, к сожалению, вся вот эта вот история, инстаграм, ютюб, фейсбук, на данный момент она, к сожалению, а может быть, для кого-то, и к счастью, она необходима. Тут встает вопрос, а связано ли как-то это действительно с музыкой? И тут же есть два ответа, абсолютно никак не связано, и, а почему бы и нет? То есть, вот, где, вот, это в той же серии, знаешь, что, типа, ты приезжаешь на какой-то конкурс, играешь вот так, и тебе говорят, а почему вы там не вибрируете вот эту ноту? И как бы, а где написано, что надо вибрировать это? Ну, в таком духе. И я считаю, что, у меня есть YouTube, там, наверное, два видео, я не особо сильно этим занимаюсь, потому что я лично для себя, я вот такую запись свою не слышу, я категорически недоволен, ну, вот всегда. У меня есть куски, где я думаю, а, ну, вот это было, типа, ничего, а дальше я думаю, так, нет, это никуда не годится. И, если такие, вот, я, допустим, год назад, по-моему, примерно там, вот, когда я делал запись конкурса Щековского, там было парочка удачных, естественно, каких-то дублей, вот, и я их, так сказать, ну, повесил, потому что на тот момент мне показалось, что это достойно, это достойно того, что, как бы, можно это как-то сделать. То есть через какое-то время, вот сейчас, я вернулся к этим записям и снова их послушал, и я подумал, боже мой, как хорошее, здесь недослушано, здесь недозвучно, здесь надо было времени, в таком духе. Но, кстати, это нужно, это наше, наше сейчас, так сказать, время, и оно необходимо, все это введение социальных сетей. Да, я прекрасно тебя понимаю и полностью поддерживаю, понимаю, какая это, это как бы, самокритика, иногда с какой-то истерикой вообще все выкладывается, там, и нежелание, да, с таким вот боем внутренним. Это обычно, как бы, история для нормальных, мыслящих музыкантов, это у всех есть, в той или иной мере. Просто, вот, из этого, как бы, вот, я теперь поняла, как ты к этому относишься, в принципе, в принципе, возможно, да, как бы, позитивно, но, вот, таким вот, но с нюансами. Вот смотри, вот вернусь к тому, с чего я начинала, поскольку вы закрыты, как бы, в редкий случай, когда у инструменталиста есть под рукой пианист, но не будем скрывать, насколько это звездный, вообще сейчас звездный час. Сыграть, например, концерт в онлайне, да, для вас, ну, в общем, не проблема, то есть эта проблема только там поставить телефон, ну, и, как бы, усадиться, усадить пианиста за рояль, усадить велочиста за виолончель, и, в общем-то, все, вот вы можете играть часто. Вы, насколько мне известно, ну, не играли пока что в онлайн-концерт, вот, с чем это связано? Да, мы не играли, действительно, в онлайн-концерт. Честно говоря, у меня есть какие-то предубеждения личные, во-первых, насчет качества связи, потому что я, когда включаю, какие-то концерты онлайн, существуют какие-то накладки, либо со звуком, либо там изображение какое-то не такое. Вот нам, допустим, элементарно некуда поставить телефон, у нас нет штатива, а вот как-то его так поставить, чтобы было адекватно, тоже не получается. Ну, то есть это можно, это все не оправдание, можно найти, конечно, любую возможность это сделать. Хочется сказать, что у нас нет репертуара, потом вспомнил, что нет, репертуара хватает. Да, вот на самом деле, делать заказ из нового репертуара, вот можно я сделаю заказик, слышала, кто-то говорил, не знаю, вот откуда я это знаю, но вот вроде как у вас здесь потрясающе, вот где-то там готовится уже на подходе эта соната, соната Пуленко, мне вообще очень нравится, я с ним в общем играю, и настолько жду ее в вашем исполнении, когда, когда мы сможем уже восхладиться? Ох, ну вот когда я четвертую часть выучу, открою, там вот эти все непонятные скачки, какие-то, триоли, тогда я сыграю, нет, Дина уже на меня, я, конечно, виноват здесь, потому что Дина уже выучила Пуленко, и она, и причем это была моя инициатива, честно говоря, то есть я хотел очень сыграть французскую программу, потому что вот есть такая организация в Гамбурге, называется Тонали, это организация, которая, условно говоря, кратко занимается популяризацией классической музыки, и у них есть агентство Тоналисты, но вот в этом агентстве я сейчас, так сказать, состою, если можно так сказать, и они устраивают периодический концерт, вот они устраивали в прошлом году концерт мне и другим своим артистам на Транссибирском фестивале Вадима Репина, или на каких-то немецких фестивалях, вот осенью у меня там было по 2-3 концерта в месяц от них, да, но вот сейчас как-то из-за коронавируса все накрылось, потому что они предложили в какой-то момент сыграть нам концерт с Диной Весной у них там в Гамбурге, в их зале, и я, естественно, им предложил французскую программу, в которой были Дебюси, Пуленг и Франк, который типа бельгийский, но говорил по-французски, ну, в общем, как-то там можно его было приплести. Мне такой концепт очень нравится, я принимаю, я бы тоже, я бы согласилась. Вот, да, и еще там типа я хотел добавить парочку миниатюр типа Менестрели, Дебюси и там одну современную французскую штучку, ну, вот, и, в общем, эта идея накрылась сначала, потому что я им тослал, это было летом, и они сказали, да, а вот там типа 20 там какого-то октября сможешь, а там типа было вот после, там было АРД еще я участвовал в Бюнхене, и там еще какой-то уже был концерт у меня намечен, еще что-то такое, а я очень не люблю играть, я думаю, что никто не любит играть, ну, типа, знаешь, там типа вот выучил так вот и пошел, типа там вот я люблю когда сделано, когда продумано, когда ты уверен, когда ты знаешь, что ты доносишь и поэтому и в общем там у Дины, что-то не совпадало по датам и у меня в общем сказали нет и типа договорились ну типа весной и что-то они молчали, молчали, молчали и уже когда я им очередной рассказал типа ребята, давайте типа решать или нет, это было вот буквально месяц назад, а и тут началась вся эта история и отменилась. И я, собственно говоря, уже знал, и поскольку я еще в том возрасте нахожусь, когда надо готовиться к каким-то конкурсам и так далее, то эта программа часто не совпадает с тем, что я бы хотел сыграть. Но вот сейчас освободилось, и я занимался действительно пауленком несколько дней, я даже, вот кроме финала, я вот уже почти все-все-все. Но еще надо делать, вот, я считаю. Ну, знаешь, в эфираде я как бы заочно сочувствую Дине, потому что пианисту там есть ну, как бы, не то, что поиграть, пианисту всегда есть, что поиграть, но там она вот такая мозговыносящая соната, то есть ее надо реально посидеть, поучить. Это не то, что, знаешь, там, белочист, там, палец, какая-то там у него жесть написана, а пианист так, как пианист. Это совершенно не тот случай, там, ансамблевый момент, это, конечно, соната убийственная, но оно того стоит. Вот, ну, как бы, поэтому ждем, мы ждем от вас этот горячий контент. Ну, и, конечно, такой вопрос, который я не могу не задать, ты уже, значит, упомянул сегодня пять сонат Бетховена, которые были в проекте. Совершенно справедливо, ведь сейчас идет Бетховенский год, да? То есть, из этих пяти, сколько есть на сегодняшний день? Ну, дело в том, что с Диной мы вообще играли только, по-моему, одну сонату, вот, я играл, я играл основательно, играл три, не основательно, еще одну, и вообще не играл первую, фо-мажорную я не играл. Вот, а с Дином играли только до-мажорной. И так получилось, что я такой, как сказать, ну, не то, чтобы изменщик, это было еще до Дины, я играл эти сонаты с другими пианистами. А нет, вру, вот сейчас вот как раз, когда это было, сейчас скажу, в декабре я играл, как раз был фестиваль Бетховена, и в Ваймере, и я играл на этом фестивале ля-мажорную, тоже с одной пианисткой, с Ваймером. Кстати, вот у меня теперь еще два вопроса, но получается, что раз Бетховенский год, по идее, ну, ты просто обязан доучить, чтобы были реально все пять, ну, чтобы это была такая красивая история, потому что в год юбилейный Бетховена я долучил, это будет написано в твоей биографии, потом, когда ты будешь уже седой и такой старенький, будешь это вспоминать, как-то здорово это сделал. Ну, хорошая просто история. А по поводу, вот знаешь, ты сейчас сказала, что с другими пианистами, там это было до Дины, вот чисто исполнительский вопрос назревает. Вот скажи, играя вот, ну, много, на самом деле, с Диной, да, такой у вас фиксированный состав, очень такая перспективная, хорошая история со всех сторон, вот играя с другими талантливыми пианистами, потому что, ну, я понимаю, кто твои коллеги, я тоже, собственно, и знаю, и вижу, да, это все в сети, как ощущение, то есть насколько тяжело тебе, вот большую часть играя, как бы, с определенным человеком, потом переключаться, может быть, даже с теми же программами, ну, это неизбежно, да, что-то повторяется, вот в сочетании с другими пианистами. Ты знаешь, во-первых, вопрос компрометирующий. Нет, здесь нет никакого подвоха, просто вот любопытно, как это происходит именно у тебя. Я скажу так, что, поскольку я играл очень много с Диной в течение, вот уже, получается, почти полутора, ну, полтора года, наверное, да, или примерно столько мы вот играем, плотно, прямо вместе. Просто с Диной, во-первых, это было совсем по-особенному, потому что я, когда с ней начал играть, я поймался на мысли, что я никогда не чувствовал себя так удобно, мне не пригодилось нигде ждать, мне не пригодилось нигде подстраиваться. То есть у меня было ощущение, что вот я, с одной стороны, могу сделать все, что захочу, с другой стороны, она как бы и ведет, то есть она как-то показывает, что вот туда... Ну, вот, кстати, это был случай недавно, поскольку я же, так сказать, любитель рубака, я делаю иногда совершенно не вписывающиеся никуда отклонения от, так сказать, темпа и ритма, интонации тоже, должен быть комментарий. Вот, и это было как раз на первой репетиции я еще не так сильно, а бывало, что я... И вот я помню, мы готовились как раз к концу Щековского, там подготовка вообще была особенная, да, там была отдельная история, как это все происходило перед чайником у меня, и мы вот тогда начали репетировать, то есть я попал в больницу, и потом где-то за неделю до чайника меня выписали, и мы начали заново как бы репетировать, и я играл, и я, знаешь, так, типа, играл, типа, ну, как обычно, там, немножечко, типа, прикольненько. И Дина говорит, ну, что ты здесь, типа, вот, что, почему так... Ну, не в таком тайне, почему надо так рвано играть? Я говорю, ну, вот я так хочу, хочу. Вот, и она, значит, все, и мы так, и я говорю, так, все, с этой пьесой покончено, будем на концерте ее играть без репетиции. Вот, и я на концерте сыграл так, как она. Получилось как-то целенько, хорошо. Она, значит, меня похвалила, я подумала, ну, вот, хорошо. Да, так что... Ну, а насчет других пианистов, ты знаешь, сложно, потому что есть очень разные типы исполнителей, и это... То есть есть замечательные пианисты, которые играют потрясающе, изумительным звуком. Да, тут, почему вопрос-то не компрометирующий, потому что... Но твоя-то гибкость, как бы, да, вот, природная, либо она, ну, она определенного тоже образа. То есть не то, что она есть или ее нет. Я не это даже, да, хотела сказать. Я хочу сказать именно то, что она... Вот насколько ты можешь, ну, не то что подстраиваться, да, вот быстро включаться в процесс, для того, чтобы создать, как бы, определенное это музыканское действие. Ведь нужно играть не просто хорошо, да, там, формально совпадая, ну, это какой-то вообще, да, такой неандертальский уровень камерного ансамбля, но чтобы это производило впечатление. Насколько сложно тебе самоку вот перестроиться? Значит, насчет того, что совпадая, ты знаешь, бывают такие случаи. Там сильных долей никогда не бывают вместе. Вот, ну, значит, насчет... Ну, понимаешь, тоже, вот я говорю, вот с Диной мы садимся, и, в принципе, ну, бывают, конечно, может быть, бывало несколько произведений, таких совсем сложных, когда, как мне показалось, мы, может быть, не сразу нашли, потому что эти произведения незнакомы и для меня, и для нее, когда мы не сразу, может быть, нашли вот именно... Ну, это такой поиск музыканский, он может быть, всю жизнь, да, то есть, допустим, вопрос, как играть по мажорную сонату Брамса, это сколько людей, столько и мнений, да, то есть, кто-то скажет, что слишком романтично, а кто-то скажет, что слишком классично и в таком духе. А бывают просто пианисты, с которыми ты играешь, а вот это зависит от всего, еще для меня. То есть, бывают пианисты, которые играют таким звуком, что ни один велончелист не пробьется через это. Вот они играют так дубово и так громко, что просто, ну, невозможно. А есть пианисты, которые вроде как играют объемным, полным, хорошим звуком, но поскольку он, ну, звукоизвлечение правильное, вот этот объем, сквозь него велончель проходит. И это то, вот, допустим, это первый момент, который мне в ансамбле вот кажется важным, да, вот это вот умение слышать и умение правильно звучать в ансамбле. Бывало по-разному. Есть разное, есть один пианист, тоже вот мы с ним играли в Ваймере, он вроде не подключился к эфире. Ну, в общем, да, в общем, он, в общем, он, конечно, играл так громко, я так громко никогда не играл на своем начале, как Си. Понятно. Нет, ну, это как бы, конечно, это говорит о мозгах и об ушах пианиста, поэтому, да. Он не виноват в этом. Так его научили просто. А, да, да. Он уже вырос, понимаешь, из того состояния, когда он был маленьким мальчиком, мы его учили, сейчас самое время немножко как-то заняться само, видимо, образованием. Ну, бог с ним, действительно, у пианистов, знаешь, есть пианисты, тоже это замалчивать, наверное, нет смысла, которые, ты понимаешь, они прошли вроде как камерно, вот именно что прошли, то есть прошли и забыли, и всегда говорят одну и ту же фразу. Знаешь, вот я вот выхожу, вот вроде, вот они говорят как-то чушь, ну, типа там по нотам, да, ноты стоят, вот все, все как будто бы вот понятно, все ясно, это может быть там проще, да, каким-то параметрам, вот как им кажется, да, чем соус, все они еще и сравнивают, в этом они вообще не профессионалы, да, но ладно, опустим это. И они говорят, ну, вот откуда ты можешь знать, насколько вот второй человек, вот он, вот как он сыграет, а вот как оно пойдет, вот я так переживаю, я так переживаю, что в итоге я сам играю, может быть, хуже, чем я мог сыграть, да, это, то есть я настолько хочу, ну, я могу сыграть сольно, когда я буду переживать только сам за себя и отвечать только сам за себя, и мне это будет проще, чем сыграть в камеру. Вот такое мнение я слышала неоднократно. Меня это очень сильно удивляло, я думала, что, наверное, их просто неправильно учили, они этого боятся, но бог с ним. Знаешь, вот мне нравится, как бы, как идет наш разговор, и, собственно, последнего от вопроса вытекает еще один нюанс. Вот скажи мне, вот в твоей артистической жизни очень много уже было концертов, проектов, там, конкурсов, ну, всего-всего, от этого сценического, а что больше всего запомнилось, то есть, ну, там, из европейских форматов, ты можешь даже, ну, там, назвать несколько, один очень сложно назвать, я понимаю. Какие ярче сценические впечатления вот именно связаны с форматом проведения этой концертной практики? Ну, яркие или положительные? Ну, давай положительные. Ну, смотри, на самом деле, вот как раз вот тонали, про которые я говорил, они занимаются очень разными концертами, там, бывают вот такие концерты, как на Транссибирском фестивале, а также они занимаются тем, что они устраивают школьные концерты. То есть, схема такая, есть определенный город, допустим, условный Гамбург, и там есть зал Эль Пфилармонии, в котором объявляется концерт трио, да, некого трио, которое, и в этом трио играет там условно Иванская Нави, Дина Иванова и Никита Геллер на скрипке. Вот, и потом каждый из этих исполнителей перед концертом, там, за пару недель играет концерт какой-то из школ, у каждого своя школа, условно говоря. И этот концерт обычно организуют школьники из этой школы, то есть еще школьники участвуют в такой акции, что они могут быть побыть менеджерами, то есть они договорятся с исполнителем о времени, о программе и в таком духе. Вот, и, да, и школьники, собственно говоря, все организуют, и ты играешь для школьников, и как бы им говоришь, ребят, а вот мы такого-то числа будем играть все вместе, приходите. И так, что из этой школы придет там 20 человек, из этой придет 100, из другой 200, и опа, и зал собираются. Вот, мне кажется, это, это было для меня новое, мне понравился этот формат. Это, конечно, очень специфический, школьные концерты, это всегда специфическая вещь, потому что, я, допустим, свой первый школьный концерт играл в школе на окраине Гамбурга, на окраине Гамбурга, и там, знаешь, там была школа для детей из неблагополучных семей, и для детей-иммигрантов, и там у меня было два концерта в один день, потому что очень большая школа, на первом концерте было 300 человек, и на втором что-то там 350, и на первом концерте была младшая школа, на втором старшая, и вот когда была старшая школа, там на первом ряду сидели такие бандиты, младшая школа, они, значит, как-то, ну, там кто-то балаганил, кто-то кричал, в таком духе, а когда была старшая школа, в первом ряду сидел парень, такой, знаешь, бандит, и рядом с ним сидели его, и я, значит, там что-то играю, играю, они слушали в полной тишине весь концерт, и я, значит, где-то бросил взгляд, там я играл буре Баха, и я, значит, на втором буре так немножко приподнял голову, смотрю, а он что-то в руке все время крутил, я не понимаю, что телефон, и я смотрю, а он нож-бабочку крутит в руке, и я, значит, да, я, значит, так немножко, опа, и потом после концерта они могли задать мне вопросы, и, значит, такая тишина, потому что все ждут, он поднимает руку, все ждут, пока он спросит, 350 человек, и он мне задает вопрос на немецком, а я тогда еще не очень говорил, и я не понимаю, что он меня спрашивает, он говорит на турецком диалекте, и я спрашиваю девочку-менеджера, что, типа, что это, типа, кто это, что он спрашивает, она мне говорит, и я тоже не понимаю, что он мне говорит, я не знал этого слова, в итоге я ему сказал, какой-то фигню, да, почему-то такая ситуация была. Понятно, да, это интересно, такой у тебя интерактивный, прямо опасные ребята. Ну, а еще? Значит, еще, я тебе расскажу, сейчас, значит, вообще, девушки, достаточно, может быть, может быть, я. Да, нет, слушай, этих историй, их там вообще, типа, на самом деле, очень много, там, я был в замечательной конце, который я никогда не забуду, вот, я вообще очень люблю играть, удивительное сейчас, открытие, с оркестром еще, память, потому что я люблю играть с Диной, с оркестром, представляешь, это вообще для меня, и, естественно, мой любимый концерт, один из моих любимых концертов, сейчас это немножко поменялось, но тогда это был концерт Дворжика, и это был мой первый концерт в Германии, это была академия в городе Рутус, и там некоторых участников академии отбирали на то, чтобы играть с оркестром, меня отобрали играть, там отбирают только по одной части, я играл вторую часть концерта Дворжика, но для меня это было, мне было где-то 15-16, я был просто в восторге, это там, где я как раз познакомился за своим нынешним профессором, и вообще это тусок, потому что я приехал, и я не знал, я как бы в России только был, я никогда не был на мастер-классах, я не знал, что там вообще будут люди, и меня поселили, сейчас для вилончелистов будет интересная история, меня, значит, встретили в хост-фэмили, поселили в семью, и сказали, там будет еще один вилончелист, вот его зовут Андрей Ионица, я такой думаю, ну что, Андрей Ионица, кто это такой, типа вот, и я, значит, а он должен был приехать на день позже, и день, когда он приехал, я сижу там, играю в бойце Капричеза, так типа, ну, типа я же русский, я же знаю, как играть в бойце Капричеза Чайковского, и слышал, что он приехал, я так погромче стал играть, снизу начинаются звуки, идеально чисто, фантастическая фразировка, фантастический звук, я думаю, это кто вообще такой, этот Андрей Ионица, и для меня это был шок, вот, да, на секундочку, Андрей Ионица в 2015 году выиграл конкурс Чайковского, вилончели, вот, значит, вот такой у меня был эпизод, и я тогда играл концерт Дворжика, и для меня это было что-то незабываемое, потому что на репетиции мы успели пройти только половину, там была очень граничная количество репетиций, мы прошли только половину, второй части, и в конце там есть очень сложное место, там вилончели играют флажолеты, а там очень разный ритм у духовых, и я не знал, что мне делать, то, что меня интерпетировали, я говорю, я там профессору, говорю по секрету, я, честно говоря, не очень понимаю, куда мне там играть, то есть отдельно я идти к флажолеты, он сказал, дирижер дирижирует на шесть, ты играй с ним, а духовые пусть там как вступят, и сработало, да, но я, я серьезно, я вот тогда вот как-то улетел, и тогда я понял, какой же это кайф вообще, и вот в Таровис тоже я играл концерт дворжика, но уже целиком, я играл в городе Курган, тоже были очень тяжелые репетиции, потому что, ну, я думаю, что это как бы ни для кого не секрет, что, к сожалению, уровень оркестров, и зарплаты даже настолько низкие, что иногда не набираются симфонические оркестры, потому что нету, так сказать, достаточно денег, чтобы позвать исполнителей, и там я помню, что там где-то не вступила волторна, играла одна волторна, должно было играть две волторны, и потом они вообще прекратили играть, и была тишина, вот, и когда потом мы с дирижером обсуждали, я говорю, а что там случилось, он говорит, но дело в том, что у нас не было второго волторниста, поэтому на второй волторне сегодня играл кларнетист, но все равно концерт был фантастический, я не знаю, для меня в смысле, потому что я как-то настолько, этой музыкой я ей живу, и жил в тот момент, прям этим концертом Порше, скажу, что для меня это было, что вот такое, я был счастлив на сцене, я когда доигрывал концерт, я тогда просто в каком-то уже был таком экстазе хорошего. Ну, Тимонна, рассказываешь вообще, я прям погрузилась опять в практику, однако в какой-то момент, я вот сейчас уже спускаюсь с небес на землю, и думаю, как жаль, что все-таки мы закрыты, как не хватает этого внешнего мира, но ведь есть такой момент. Слушай, ну, возвращаясь к нашему, так сказать, жизни в спичечном коробке, да, в данный момент, с ограниченными выходами и так далее, как ты иначе спасаешь свою душу, так сказать, и тело, то есть готовишь ли ты, умеешь ли ты, любишь ли готовить? Сейчас там можно... Сейчас я тебе расскажу, значит, поскольку, когда я переехал, значит, во-первых, когда я переехал в Германию, я остался, соответственно, ну, сам по себе, но единственное, что со мной мы тогда поселились, так удалось поселиться в общежитии в Германии, которые отдавали через два месяца после нашего въезда под снос, но это было единственное, единственное место, где мы могли приткнуться, и там со мной тогда в одном блоке, да, там комната на человека и блок из четырех комнат. Это было самое уродливое здание в Амере, 12 этажей такое еще, там типа вот такое панельное, какое-то, там тараканы стену изнутри ели. Вот, и со мной жил тогда Илюша Аширов, парнетист, замечательный мой, мой друг с которым. Да-да. Ну вот, и в общем, да, и тогда как-то начались какие-то уже там, готовить было проблематично, потому что кухня была черт знает где, и на ней кто-то забыл как-то, я помню, курицу сырую. И я еще думаю, ну ладно, ее там, наверное, уберут, ну не курицу какие-то, а шуметки. Вот, и я уехал в Москву играть какой-то концерт, и когда я вернулся, я открываю дверь коридора, а там стоит такая вонь просто, ну офигеть. Ну, кухня была общая на весь этаж, не только на наш блок. Вот. И я, значит, зашел, вот говорят, что у кого-то лагает микрофон, я сейчас попробую без наушников. Вот сейчас попробую у кого-то лагает микрофон. Алиса, это у тебя лагает. 100%. Да, ты думаешь, но мне тогда придется подключить наушник. Ну подключи наушник, и все будут рады. Да, но это не так просто, как тебе кажется, понимаешь? Ну ладно, ты говори, продолжай. Значит, да, и вот я, в общем, ради интереса зашел, значит, на эту кухню, а там эта курица зажила уже вторую жизнь, она уже ожила, она уже практически ходила. Вот, да, но теперь насчет готовки. Ну поскольку ты, поскольку когда я начал жить один, и в Ваймаре, в принципе, там все, то есть ты не тратишь время на дорогу, в принципе, время свободное, оно есть. И в какой-то момент уже просто можно фонарить от количества съеденных макарон и с томатной пастой, и поэтому все-таки в какой-то момент я начал готовить, и я на самом деле это полюбил. Знаешь, как это, как один мой знакомый сказал, очень люблю готовить, но очень не люблю мыть посуду. Ну, конечно, самое сложное на самом деле, понимаешь? Да, и... Есть тот саппорт сделать кулинарным, да, ничего хорошего. Да, ну вот и поэтому, конечно, собственно говоря, мне кажется, так все и учатся готовить, когда ты готовишь вот какие-то вещи. сейчас-то ты как бы уже научился, и как бы сейчас на карантине, ну, блещешь как бы какими-то навыками или нет? Слушай, я блистал очень в Ваймаре, потому что в Ваймаре сейчас откровение, Дина, прости, но в Ваймаре я ответственный за готовку, потому что, ну, потому что вот так, понимаешь, вот так, так просто так, так как-то, вот мы переходим, и я не успеваю заметить, не успеваю заметить, один уже, значит, давай, кушай, кушай все очень. Вот в таком духе. Ну, нет, нет, она, конечно, тоже помогает, и очень, очень она помогает и готовить, но в основном это дело я. А я только хотела пошутить, что у вас такое, знаешь, хорошее сочетание в плане там Be My Quarantine, да, это типа Be My Valentine, то же самое только сейчас в наших нечеловеческих условиях, вот, но уже после такого уточнения не думаю, что все настолько хорошо, потому что, ну, вот эти вот бытовые вещи, просто надо тоже Дину научить ее, как-то надо ей дать задание. Она умеет прекрасно, она очень талантливый человек, и что в руки не дашь, у нее все получается. Понятно, ясно. А какие еще, вот есть опции, допустим, развлечений на карантине? ну, вообще развлечений, ты сказать, их много, их надо найти, и они меняются, да, то есть, у меня, я очень в одно время любил играть, вот сейчас мы, допустим, играем в игру Эрудиц, называется, знаешь, это как скреббл, я, честно говоря, никогда не играла в эту игру, ну, это как скреббл, это составление слов по принципу кроссворда, прекрасно играл, да, ну, вот, и раньше я очень любил играть в карты, на деньги, на недвижимость, на все, на что только можно, но потом кончились деньги, кончились карты, вот, там, чтение, не буду врать, иногда читаю, и нравится, но в основном нет, потому что, ну, будто я не знаю, ну, вот какой-то я такой, какой-то я такой человек, что я, вот бывает, возьму книжку, и прям не отрываясь, я вот прям кайфую, а бывает, я начинаю читать, и я ничего не понимаю, ловлю совершенно на 20-й странице, а я вообще, не знаю, покажи фокусы, вообще не знаю, не знаешь, ничего из того, что я прочитал. А пазлы? А пазлы собираете? Да слушай, вот сейчас, честно, вот на карантине, на самоизоляции, мы вот здесь поигрываем в картишки иногда, чуть-чуть, вот, а пазлы, бывало, вот, кстати, летом, я помню, после Чайгоска мы что-то сидели, собирали. А вот сейчас появились вот эти часы, нас уже выгоняют из онлайна, осталось всего 20 секунд, мы можем попрощаться со всеми. Я тебя благодарю за классную беседу, мы можем выйти еще раз, на самом деле. Ну, я всегда готов, если ты хочешь, давай еще. Я тоже тебя готова. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы нас смотрели, я надеюсь, что вам очень понравилось. Ставьте свои пальцы вверх, подписывайтесь на Ивана с канала, ну и с вами была Алиса Куприева, поэтому до завтра.